Всем привет! В этом видео будет сравнение двух губных гармошек. Первая это Tanger Bird тональность Low Do. И вторая губная гармошка это моя старая любимая Рокки, тоже Low Do. Почему же Low Do? Ну, Low Do, во-первых, моя любимая тональность, а во-вторых, вообще наслышал про эту губную гармошку, что говорили, что вау, прям супер, это топ всех низких гармошек, ну, из серии Хонора, там, и прям вот супер-присупер. Я не удержался, нашел эту губную гармошку, купил, приехала она мне, сел на лавочку, думаю, сейчас как заиграю, прям скажу, да, действительно супер-препупер губная гармошка, сейчас прям как заиграю, ну, открыл, поиграл и понял, что вот Рокки мне нравился, так и нравится. А вот эта цена, завышенная на эту губную гармошку, да и по звуку, мне она не понравилась. По мне, самое нормальное это вот Рокки Лоу До оказалось. Почему? Во-первых, по бокам открыты отверстия, вот здесь видно, да, а здесь закрытые. И мне показалось, что звук не такой басовый по сравнению с Рокки, там, здесь по бокам закрытые, и когда играешь, вот чувствуешь эту всю низость звука по сравнению с здесь, здесь звук такой выровнялся, более такой прямой идет, такой басы пропали, вот эти низость звука пропала. И из коробки вот эта кастомная губная гармошка, ой, не кастомная, а вот эта была, как, когда приехала в магазинная, и она неиграбельна была. Пришлось ее отправить на кастом, ее сделали, и более-менее сравнялась уже с магазинной губной гармошкой Рокки. Ну, давайте теперь поиграем. Первая Рокки. Первая Рокки. Первая Рокки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так звучат в сравнении две граммушки. Может быть, просто при я порывке к Рокету, и поэтому для меня вот Тангерберт не так сильно клево звучит. Но со стороны, может быть, они звучат по-другому. Но по ощущениям, что вот Рокет звучит более так ниже, чем вот Тангерберт. Ну, естественно, кому-то нравится внешний вид, что вот она выглядит как кроссовер, красиво, элегантно по сравнению вот с такой губной граммушкой. Я считаю, что Тангерберт лучше покупать уже более таких низких тональностей, таких, как Лоу-Ля, Си-Бемоль-Лоу, потом Лоу-Лоуф. Ну, за счет вот таких более такой конструкции, что вот чуть-чуть увеличена крышка, чтобы язычки не задевали. А в Рокете нет таких низких тональностей, кроме как Лоу-Доу, Лоу-Ре, Лоу-Фа и, в принципе, Лоу-Ми еще есть. А здесь, ну, в принципе, я не знаю, переплачивать. Если только супер низкую тональность брать Лоу-Ля, тогда вот да, можно. А если какую-то брать обычную тональность Лоу-Лоу-До, то сгодится Рокет. Поэтому никакого прям супер-вау-эффекта я не испытал от этой губной гармошки. Хотя многие говорили, что прям отличие капитальное по звуку. Вообще мне нравится в низке это Зайдель. Ну, такой вот такой примерно конструкции губной гармошки Зайдель я найти не могу. В основном только все громоздкие бул-бади. А так мне прям по звуку нравится Зайдель от Лоу-Доу. Вообще для меня прям звук прям вот этот глубокий-глубокий, такой низкий-низкий, прям балдею от него. Вот такой был обзорчик маленький, сравнение это можно сказать. А видео будет дальше продолжать выходить. Просто у меня занят был, на работе еще новый инструмент стал изучать, поэтому все время уходит на изучение этого инструмента. Потом, как более-менее так сносно научусь играть, покажу, расскажу про инструмент свой новый. Ну, и сыграю, естественно. Вот такой был обзорчик. Всем до скорых встреч. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока.